Я хотел бы, чтобы вы сейчас научились переходить не только справа налево, как мы с вами научились. Вот берешь 12, пополам 6 плюс 6, опять пополам получается так. А наоборот, чтобы вы научились переходить слева направо. Для этого я сейчас решу вам задачу о числе 11. Я сейчас для числа 11 напишу левый столбец, а именно все разбиения на нечетные слагания. А дальше попрошу вас сообразить, откуда же могли они возникнуть. Нет, диктуйте, 11. Все согласны, что это нечетное число? Так, 9,11, нормально? Нормально. Нормально. Что еще бывает? 8. 8 не бывает. 8, что черное? 7,1, нет. 7 и единички. Нет, нет, нет. 7 и еще есть кое-что. 7,3, 1. Правильно, молодцы. 7,3, 1. Еще что-нибудь бывает с 7? Нет, правильно. Значит, надо теперь брать пятерку. Пять. Что еще можно написать? Три. Три. Пять шва. А, кстати, а я хитрый. Давайте я буду отсюда вычеркивать. Вот здесь вот одиннадцать было. Девять один один было. Семь три один было. Видите, что? Пять три три. Это я и должен написать. Пять три три. Замечательно. Пять пять один. Тоже хорошо. Три тройки и... И две единицы. И две единицы. Еще что бывает? Две тройки и сколько единиц? И пять единиц. Одна тройка и... Одна тройка и... Восемь единиц. И два. Один с дверь. И, наконец, последняя. Сколько? Одиннадцать единиц, да? Он должен догадаться, из какого разбиения на попарно различные слагаемые могло получиться по нашему правилу. Вот у нас есть правило перехода справа налево. Он должен догадаться, откуда получается число одиннадцать по нашему правилу. Откуда? Одиннадцать. Откуда? Одиннадцать равно одиннадцать, конечно. Понял? Так, я напишу. Одиннадцать равно одиннадцать. А девять одиннадцать откуда получается? Девять плюс два. Девять плюс два. Так, девять плюс два. Так, девять, да. Нормально, нормально. Плюс два. Очень хорошо. Так, семь и четыре единицы. Двое? Семь плюс четыре. Семь плюс четыре. Очень хорошо. Так, теперь семь, три, одиннадцать. Не слышу? Семь, три, одиннадцать. Ни в коем случае не бери. Мы же не умеем рубить не пополам. Семь. Так, парень. Конечно, семь, три, одиннадцать. Получается просто семь, три, одиннадцать. Ничего не надо рубить. Просто пишем. Семь плюс три плюс один. 5 плюс 6 5 плюс 6 Молодцы На самом деле, по нашему правилу Надо взять 6 плюс 5 Ну ладно, лучше 5 плюс 6 Мы договорились, что порядок учить Откуда? 5 плюс 5 плюс 1 10 плюс 1 Очень хорошо Интересно, кто-нибудь может сформулировать правило? По которому это все происходит Одинаковые числа Надо просто все собрать в один мешок Неправда Вот здесь все хитрее Посмотрите, 5 плюс 6 единиц Откуда это пришло? 5 плюс 6 Не слышу 5 плюс 3 5 плюс 4 5 плюс 4 5 плюс 4, молодец Ребята, смотрите 6 единиц Пишем не как 6 А как 4 плюс 2 Потому что 4 расщепится на 2 и 2 Потом 2 расщепится по единичкам И так у нас и получится Так, вот теперь интересно там догадаетесь? 3, 3, 3 Говори 6 плюс 3 плюс 2 Молодец 6 плюс 3 плюс 2 Дальше идет тройка и 8 единиц 3 плюс 6 плюс 2 Неверно 3 плюс 8 3 плюс 8, да 3 плюс 8 Ребята, это как раз и есть Двои идеи, двоичная система Разложение по степеням двойки Так, последний подвиг остался вам свершить 11 единиц Это что такое? Что такое 11 единиц? Что? Неверно Придумайте объект Который, если порубим Вот по нашему правилу 4 6 плюс 5 Нет 6 плюс 6 Он разрубится совсем Вообще 6 плюс 6 Это просто не 11 Кто догадается? 6 плюс 4 Я не слышу 10 плюс 1 10 разрубится на 2 пятерки 4, 4, 4 Это не 11 8, 2, 1 8 разрубится на 2 четверки Это четно Разрубкаем дальше Получится 4 двойки Это тоже четно В этом деле получается 8 единиц Напиши там Итак, 11 единиц это 8 2 и 1 2 и 1 Отлично 2 тоже Все, все, все Спасибо вам Игорь Негода